В столице Южного Урала стартовал турнир за кубок губернатора Челябинской области. Четыре команды Восточной конференции и Континентальной хоккейной лиги в ближайшие дни будут выяснять, кто же из них сильнее на данный момент. За несколько часов до торжественного открытия перед ареной трактор руководство клуба устроило для болельщиков настоящий праздник. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Но главное действие в этот вечер все же происходило на льду. Великолепное красочное открытие турнира надолго останется в памяти болельщиков и зрителей у телеэкранов. Световое лазерное шоу с участием диджеев, которые играли в свои эксклюзивные треки, шоу киборгов и, конечно, зажигательный талисман трактора вместе с группой поддержки создавали потрясающую атмосферу хоккейного праздника. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Под аплодисменты зрителей с приветственным словом на лед вышел губернатор Челябинской области Борис Дубровский. Добрый вечер, уважаемые челябинцы! Добрый вечер, дорогие гости! Очень приятно видеть полные трибуны. Значит, Челябинск соскучился по хоккею. Уважаемые друзья, я благодарю наших спонсоров «Росгострах» за то, что они помогли нам организовать этот спортивный праздник. Особая благодарность командам-участникам. Это лучшие команды Восточной конференции. И, значит, нас ждет искрометный звездный хоккей. Я желаю командам-участникам успеха, а «Трактору» желаю только победы. Только победы! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Энергетика предматчевого шоу с мегаватами света и звука зарядили не только зрителей, но и хоккеистов, играющих команд, которые без раскачки начали поединок и уже в дебюте матча обменялись заброшенными шайбами. На гол финского легионера-автомобилиста Эрро Элла «Трактор» ответил шайбой Андрея Попова. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Касание было Попа, девятого номера. Вы можем объявлять? Он забил Попу. Попу. Синафисты просил, а Попа залетел. Объявите. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Во втором периоде черно-белые вышли вперед благодаря голу Антона Гловацкого. Но вскоре гости перехватили инициативу и трижды подряд огорчили голкипера «Трактора» Павла Санцоуза. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В заключительном периоде хоккеисты нашей команды проявили характер и трижды поразили ворота автомобилиста, сделав счет 5-5. Отличились Егор Мартынов, Вячеслав Основин и Артем Бородкин. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сумасшедшим по накалу матчи победитель определился в серии буллитов. Вместо Павла Францоуза в воротах «Трактора» появился Василий Демченко, который, как и его визави Игорь Устинский, был очень хорош на буллитах. В итоге все решила одна заброшенная шайба, автором которой стал Петер Коукол. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Субтитры создавал DimaTorzok